Казалось бы, дворники это уже настолько обыденная вещь, что их даже воровать почти перестали. Однако впервые дворники запатентовал вот этот чувак еще в далеком 1898 году. И как видно из патента, предназначались они далеко не для автомобилей. Конечно же, потом были и последователи, которые допиливали конструкции. Но чаще всего в этой истории вспоминают вот эту барышню, Мэри Андерсон, как ту самую изобретательницу именно автомобильных дворников. Причем сама идея пришла, когда она взлякать ехала на трамвае. И прикол был в том, что водиле постоянно приходилось останавливаться, чтобы протереть стекло. И поэтому Мэри решила сделать стеклоочиститель. Не потому что ей было жалко водилу, которому постоянно приходилось выбегать на мороз, а потому что она боялась опоздать навстречу из-за частых остановок. И хотя Кадиллаки стала первым, кто начал устанавливать дворники в качестве стандартного оборудования, строго действия патента к тому времени уже истек. И Мэри так и недополучила своей прибыли. Но зато ее включили национальные зал славы изобретателей. Также стоит сказать спасибо Шароте Бриджу. Потому что если раньше приходилось теребонькой за ручку, то теперь достаточно было врубить тумблер, потому что это именно она заподедала электромеханический привод. И да, кстати, ее дочка придумала стоп-сигналы-поворотники. Продолжение следует...